Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и сегодня я предлагаю сделать, скажем так, познакомительное видео, в котором я бы хотел рассказать, почему я сериалы люблю больше, чем кино, и, собственно говоря, какие сериалы имеются у меня за плечами. А то я, может, только Ранеток посмотрел за всю жизнь, а теперь сериалы советую направо да налево. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Да, да! И да, я смотрел Ранеток, но всего пару серий. Просто так совпало. Вы все равно ничего не докажете. А заодно я предлагаю немного поностальгировать и вспомнить сериалы давно ушедших лет. Какие-то вы, скорее всего, знаете, какие-то нет, а во времена некоторых кто-то даже еще не родился. Так, я сразу скажу, это те сериалы, которые я смотрел и вспомнил. Так что, если я не назову какой-то супер-гипер-мега-популярный сериал тех лет, значит, возможно, я его смотрел. Но в памяти он у меня не отложился. Но все же, почему сериалы, а не кино? Ведь в кино более именитые актеры, более мощный визуал, да и просто больше бюджет. На самом деле, сейчас, в наше время, кино и сериалы более-менее уравнялись в этих планах. Но сейчас я говорю не про сейчас. Сейчас я говорю про тогда. Поэтому вернемся чутка назад. Ярус в не особо большом поселке. Кучка пятиэтажек, кучка частных домов, ведьмы на отшибе, да и все на этом. А вот кинотеатры я видел только в фильмах, в которых показывали кинотеатры. Ну, а все новинки я поначалу смотрел на кассетах. Эх, как сейчас помню мою любимую кассету с первым Гарри Поттером. Ну, а чуть позже все новинки я стал смотреть на дисках. Да и эти так называемые новинки я смотрел только спустя месяц, два или больше. И смотрел я их на тех самых дисках. Двенадцать в одном, двадцать четыре в одном, миллиард в одном. И если кто-то из вас с такими сталкивался, то он точно знает, что назвать плохим качество на них, это уже комплимент. Как говорится, спасибо, что хоть звук есть. Хотя бы говеный. Все дергалось, ходили люди, камера падала. Само собой, к такому не особо привыкнешь. Да и по телевизору тоже крутили кино на повторе, которое ты видел уже не одну сотню раз. Сериалы стали для меня свежим медийным воздухом. На новый сериал можно было также наткнуться по ТВ. Или купить диск. Мой личный комп с интернетом появились у меня довольно поздно. И вот сериалы и были моей отдушиной в потоке однообразия. Помогало делаю то, что сериалы, как и сейчас, были сразу по выходу в хорошем качестве. Правда, вот что-что, а озвучка иногда хромала. Но какая бы она ни была, к ней всегда привыкали. Ударом могла лишь стать смена озвучки. Не знаю, как нужно общаться с дурацкими друзьями-хирургами Тёрка, но я стараюсь. Ну и как там эти ваши операции? У меня еще смена не началась обратиться к нему. К тому парню? Ага. Спасибо. Вот это было реально больно. А потом мы снова привыкали к новой озвучке. Поэтому с самого детства как-то заложилось, что сериалы мне смотреть куда приятнее и комфортнее, чем кино. Что? Ах, ты ж грязный, фильмоненавистник. Не-не-не-не-не-не. Фильмы я тоже люблю. И у меня также есть любимые шедевры, которые я видел по миллиону раз. Но все же, если бы у меня был личный рейтинг, то сериалы были бы в нем на первом месте. Потом кино. Да и как мне кажется, я могу ошибаться. Но сериалов в те годы я посмотрел больше, чем фильмов. Я имею в виду, если брать все. Даже проходниковые. О которых я уже не помню. Тут как бы все очевидно. Либо через силу смотреть дерганую гудящую новинку. Либо сесть в уютное кресло и насладиться новой серией другой какого-нибудь сериала. Так а с каким сериалом был мой первый раз? После которого он даже не позвонил. Итак, так, так, делаем ваши ставки в комментариях. Я все обязательно прочитаю. Кто сказал клон? Ты был близок, но нет. Первыми у меня были Чернокожий мужчина и Азиат. Нет, но близко. Китайский городовой. Китайский городовой. Пожалуй, это тот сериал, который я могу считать отправной точкой. Может, я смотрел что-то до него, но я не помню. Помню только, как будучи особо мелким, я смотрел где-то по пол серии. Но так как он шел вечером, по-моему, по первому, меня гнали спать. И да, это не то видео, где я буду рассказывать вам полные характеристики сериалов. А то у нас и недели не хватит. В этом видео я буду говорить только то, что помню. Скажем так, синопсисы моей памяти. А помню, как сам Махун кунфуировал направо и налево вместе с напарником. В общем, да, это сериал Час Пик. Тем более, как я сейчас узнал, вышли они в один год. Возможно, по датам выходов сериалов я буду также немного промахиваться. Просто я специально не хотел поднимать никаких списков, а говорить только то, что отложилось у меня из детства. Так что, возможно, какие-то сериалы из этого списка шли раньше или позже других. Но чё-то я отвлёкся. А вот насчёт следующего сериала я вам подскажу. Этот сериал я видел, но не смотрел. Думаю, как и большинство из нас. И я говорю про клон. Про клон. Как сейчас помню, как вся родня собиралась, чтобы смотреть его. А шёл он часов 8. И в основном дело было в деревне, где за забором гуляли отвязанные собаки. И дабы вы понимали, это были далеко не чихуахуа. Спасибо, фобия номер один. Поэтому я валялся дома, что-нибудь рисовал или ляпал из пластилина. А на фоне шёл клон, в который я иногда поглядывал. Поэтому особо супер детального я ничего о нём такого не помню. Помню, что где-то там кого-то клонировали. Помню Лукаса и помню Жади. Так, я помню, что он шёл очень долго. Интересно, а сколько в нём было сезонов? А серий? То есть, для сравнения, вы понимаете. В Тайнах Смолвеля 10 сезонов и 220 серий. Или около того. А в Клоне 1 сезон. И 250 серий. А вот следующий сериал я помню, что подарил мне мою первую сериальную любовь. И я говорю про Дикого Ангела. Про него могу сказать, что это какое-то там мыло, в котором снимались потрясная Наталья Орейра. И мужик, похожий на Брэдли Купера. И я, хоть и небольшой фанат, говорит, что раньше было лучше, и трава была зеленее, и девки краше. Но вот на примере этого сериала я могу сказать, что раньше действительно было лучше. Это то, что практически у всех сериалов тогда были большие интро. Вы только послушайте. Но, как бы ни было печально, сейчас многие, не все, но многие сериалы так боятся отвлечь или наскучить зрителю, что нам просто тыкают в лицо названием. Хотя, как по мне, в интро кроется частичка души сериала. Ну, а хорошим интро, я так думаю, можно назвать то, которое ты что в первый, что в 101 раз не пропускаешь. Ведь, согласитесь, все мы помним, откуда это... Ну, или это... И именно поэтому я создал рубрику «Интро топ», которую я немного подзапустил. А создал я ее для того, чтобы вспомнить ваши и мои любимые интрушечки. Кстати, а вот последний выпуск. Отмечайтесь, не стесняйтесь. Ну, а на очереди сериал, после которого практически все хотели себе завести немецкую овчарку. Комиссар Рекс. Блин, я только сейчас заметил, что этого чувака зовут Волк. Круто, однако. Это уже в наше время я понимаю, насколько это типичный клишированный детективный сериал, который сейчас я не особо люблю. Но, черт возьми, я ревел, как маленькая сучка, когда они убили Рихарда. Сейчас-то уже понятно, что актер просто захотел уйти и выступать в театре. Но тогда было больно. От следующего сериала было не сколько больно, сколько обидно. Потому что я пропустил его концовку. Розвелл я смотрел, если не каждую серию, то через одну. И рулетка выпала именно так, что на последней серии я гулял. И когда на следующий день я хотел посмотреть еще серию, мать такая. А все, сериал закончился. Но горевал я недолго. Ведь, насколько помню, дальше я познакомился с клиникой и друзьями. Друзей я тогда смотрел не целиком. А урывками. Да, и тогда он меня не сильно зацепил. А зацепили они меня года два назад. Когда я взахлеб пересмотрел все 10 сезонов. Чуть сам не погиб. Но дело сделано. А вот клинику я смотрел сразу. Сначала на первом канале, потом на MTV. И снова же больно. Больно, когда я вспоминаю концовку сериала. Не совру, если скажу, что для меня это было ударом. Настолько трогательно, душевно, подводя все итоги, отмечая все заслуги. Со взглядом в будущее. Иной концовки этому сериалу никто бы не простил. Настолько она была сильной и душевной. А потом вышла клиника 9 сезон. Который нафиг никому не сдался. Но он уже не чувствовался частью любимой истории. Ну а следом я, пожалуй, вспомню... Лост. Таинственный бункер, грустные глазки Джек и запоротая концовка. Вот все, что я могу о нем сказать. Дальше был английско-австралийский сериал «Таинственный портал». Таинственный портал. Который я с радостью смотрел после школы. Рассказывал этот сериал про паренька, нашедшего портал у себя дома. Не скажу, чем закончилось, потому что сериал оборвали. Где-то в это же время я посмотрел H2O. H2O. Просто добавь воды. Любимым бы я его не назвал, но и плохим назвать его язык не повернется. Разве что у сериала я помню только был говеный последний сезон. А вы заметили тенденцию, что у большинства сериалов тех лет была запоротая концовка? Я на самом деле это только сейчас понял. Тут же где-то между делом я помню один или два сезона «Ясновидца». Уже более нетипичный детектив, но все так же не ставший моим любимым. Но вернемся к порталу, который прикрыли, если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то пофиг, из-за доктора кто. Ох, как же я влюбился в этот сериал. Но не сразу. Поначалу я просто его смотрел после школы. Серии, как это принято на СТС, шли в разброс. А потом его и вовсе прикрыли. Но потом, уже спустя много времени, я начал смотреть его снова. В интернете. Где я пересмотрел как все серии, вышедшие на тот момент, так и все доп. материалы. Блин, я вспомнил про пондов. Мои любимые понды. Понды. Ладно, ладно. Все, надо продолжать. Успокойся, успокойся. Надо продолжать. Кстати, забавно. Я помню, как я просил в группе Байбако, чтобы они быстрее перевели серию «Время доктора». Возможно, вы подумаете, что это нагло с моей стороны. Да, так и есть. Помню, как я всю ночь качал эту серию на телефон. Посмотрел, а на следующий день ушел в армию. И если я не ошибаюсь, то Байбако перевели серию на день раньше положенного. Не знаю, из-за меня это было или нет, но спасибо им. Сверх. Естественно. Поначалу я смотрел его на РЕН-ТВ, а потом он закончился. Но мне ведь хотелось еще, и поэтому я купил диск с первым-вторым сезоном. И потом уговаривал друга его посмотреть, чтобы было что обсудить. Ах, первые ростки сериального задротства. Друг долго отнекивался. А потом прибежал со словами «Где третий сезон?» А потом прибежал уже с диском третьего сезона. Так мы с другом начали охоту. За всеми сезонами. Забавно было, когда друг купил четвертый сезон, а оказалось, что там на диске всего одна серия. Но он сходил, поменял диск, и там был полный четвертый сезон. И охота продолжилась. Но не только супернатуралы украли мое сердечко. Следующий сериал, можно сказать, лишил меня супергеройской невинности. Я, конечно же, говорю про «Тайны Смолвеля». Тайны Смолвеля. Который также шел в разброс. И на середине третьего сезона оборвался. И снова же спасибо СТС. Это свинство. А поэтому снова началась охота за дисками. Вот, кстати, один из них. Ну, а закончилось все досматриванием в сети. Но Кларк Кент был не единственным супергероем в моем сериальном мире. Про этих ребят, я думаю, вы даже и не слышали. Это у нас «Мутанты Икс». Очень много про этот сериал я не помню. Но помню, что мне нравилось. Как какое-то блюдо из детства. А вот следующий сериал. Это, пожалуй, единственный сериал, который уговорил посмотреть меня друг. Декстер. Потрясающий сериал, на котором я сгрыз не один килограмм ногтей. Настолько сильно он держал меня в напряжении. И даже запоротая концовка сериал не испортила. Перебираемся на канал ТВ3. И «Мертвый, как я». С довольно крутой и нетипичной идеей. Рассказы от лица жнецов. Чем они занимаются и через что им приходится пройти. И недалеко отходя от темы. Говорящая с призраками. С великолепной Дженнифер Лавхьюит. Потом еще был «Говорящий с призраками», но это уже было не то. Повсеместно, я помню, как раз добыл «Эврику» и «Карнавал». «Эврика» мне зашла. С идеей города гениев. А вот «Карнавал» с его вечной мрачностью как-то не очень. Также на ТВ3 я когда-то тогда посмотрел «Охотников за нечистью». Ну а мы вернемся к теме супергероев. И вспомним героев. Который стал, пожалуй, первой нетипичной супергеройкой в моей жизни. Где на первый план была вынесена драма. А уже потом супергеройка. Но сериал от этого не был скучным. Разве что... Последний сезон. После которого сериал, кстати, и прикрыли. Из-за плагиата идей. Да прикрыли его на таком месте, где было его просто противозаконно прикрывать. В 2015 вышло продолжение, но мне его и вспоминать не хочется. А поэтому мы перебираемся на MTV. Где крутили универ? Нет. Университет. Университет. Один из моих любимых сериалов о жизни студенческих братств и сестринств. Он добрый, веселый, смешной и имеет правильные посылы. А главное, как я считаю, он вовремя ушел. И ушел красиво. Как и клиника. Но есть и сериал, показывающий жизнь студентов с другой стороны. Реальные пацаны. Хотя нет, не так. Так, реальные козлы. Или штат Голубая гора. Ну или просто БМС. Но, как я и сказал, в отличие от университета, БМС куда более 18+. Примерно после БМС мне на руки попал диск Рыцаря Дорог. Оригинальный сериал 80-х я не смотрел, но этот был довольно забавным. А мы вернемся на MTV. А то карма мне этого не простит. Меня зовут Эрл. Меня зовут Эрл. Про этот сериал можно сказать одно. Он умнее, чем хочет показаться. И имеет супер правильный посыл. И мне очень жаль, что его оборвали. Где-то я читал, что спустя несколько лет после закрытия, были идеи его продолжения. Но актеры уже разберились по другим проектам. Ну а я хоть и с опозданием, но все же посмотрел в это время секретные материалы. С его поганой пугающей мордой в заставке. И охотники за чужими. Или же Торчвуд. Который я также досматривал сети. А финальный сезон, День Чуда, стал моим любимым. Да, когда-то в Докторе могли сделать настолько крутых персонажей, что даже не выпячивая их ориентацию, или политические взгляды, они могли получить свой спин-офф. Заметьте, то, что Джек Хартнес ЛГБТ, мы поняли уже в Торчвуде. Ну что ж, а на этом мы, пожалуй, закончим. И как вы понимаете, это далеко не все сериалы, которые я смотрел. Там были и Баффи, и Ангел, и Чудеса науки, и Томми Обороти, и Нерусский участок, и Настоящая кровь. И многие-многие другие. Поэтому давайте так. Если это видео соберет достаточно просмотров, а вы в комментариях меня попросите, то я сделаю еще один видос про сериалы, которые я смотрел в годы колледжа. И вспомню какие-то еще сериалы из школьных лет. А также, конечно, пишите ваши первые сериалы. Ну а на этом у нас все. Всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вас будут ждать ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду очень благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И помните, не старье, а классика. Пока.